Поэтому мы один на один листок в лицу с бандой-последниками. Причем они наглые, циничные, они никому не боятся, ничего не стесняются. Не могут вам сказать, что нам потрость. Мы просто будем нарушать закон и делать так, как нам надо. Поэтому надо быть готовым ко всему. Сложность психологическая. Ну, я думаю, раз вы идете на это дело, значит вы уже примерно созрели к тому, чтобы перебороть. Можно их побеждать. У них тоже есть слабости, у них тоже есть слабые места. Я думаю, что в эти выборы на прямой вброс мало кто пойдет. Потому что, во-первых, прозрачные урны достаточно проблематично. Во-вторых, скорее всего, у них будет достаточно узкая щель. То есть туда большую пачку не кинешь. Но, опять же, не факт, что они будут на всех участках. Второй момент. Ну уж слишком большое давление со всех сторон. Я думаю, будут использованы другие методы. Первое, это будут, ну, прежде всего, открепительные. По которым будут гнать. Скорее всего, будет так, что... Человек прошел, проголосовал по открепительным. Потом их собрали, обратно другой группе возвращают. Они опять собрались с этим открепителем и поехали по другим участкам. Возможно, будут с чужими открепителями. Тут нужно смотреть наличие паспорта, чтобы фамилия паспорта в открепительном была одинаковая. Открепительные отберут у студентов, открепительные отберут у разных сотрудников ЖКХ. Но, в общем-то, человек пришел, проголосовал. Дело в том, что сейчас хитрая волка. Так как, возможно, второй тур, то открепительная не изымается. Открывается корешок от него. Вот нужно четко смотреть, чтобы отрывали этот корешок. И чтобы эти корешки были у председателя или у секретаря, хранились или у того члена комиссии, который сидит на дополнительном списке. Пересчитать решающий голос может эти корешки? Конечно. Решающий голос может все. Условно. Ну, как условно. Он может своими руками считать, может списки считать, все что угодно. Поэтому за этим нужно следить, чтобы эти корешки не пропали. Потому что их могут даже корешки отдать. Человек приходит и он оторвался. Поэтому они должны все сохраняться в течение дня выборов до самого конца. Значит, ну давайте так начнем. Вы, те, кто с решающим голосом, уже начинаете работать. Но у вас это понятно. Поэтому я не буду останавливаться на решающем голосе. Полномочия у решающего голоса больше всех, потому что член комиссии с решающим голосом имеет право знакомиться и брать в руки любые документы комиссии. Требовать и получать копии любых документов комиссии. Работать с бюллетенями, работать со списками, работать с открепителями, работать со всеми документами. И никто не может этому в принципе помешать. Председатель комиссии, он имеет только распорядительные функции. То есть он распределяет обязанности между членами комиссии. Но запретить члену комиссии с решающим голосом пересчитать бюллетени или там проверить списки он не имеет права. Он может определить фронт работы, но не может мешать в контроле. Член комиссии с совещательным голосом обладает равными правами членов комиссии с решающим за исключением. Член комиссии с совещательным голосом не имеет права работать с бюллетенями, со списками. Все остальное он имеет права знакомиться с любыми документами. Опять же знакомиться со списками не имеет права, работать с ними не имеет права. Вот в этом все и разница. Ты не имеешь права вносить в список избирателя, ты не имеешь права выдавать бюллетени, ты не имеешь права выполнять ту работу, которую выполняет рядовой член комиссии с решающим голосом. Просто посмотреть нужно? Да, можно подойти и посмотреть. Посмотреть, прикасаться можно? Нет, прикасаться не нужно. Вы визуально, что такое визуально? Можно посмотреть. То есть подходишь и говоришь предъявите мне пожалуйста, покажите. Ну да, примерно так. Да, подходите и говорите я хочу ознакомиться со списком, хочу проверить наличие бюллетеней. Вот в этом разница. У наблюдателя полномочий, ну скажем так еще меньше, он может только наблюдать, смотреть. Член комиссии с совещательным голосом может участвовать и присутствовать на всех заседаниях комиссии. Комиссии обязана уведомить о всех заседаниях, ну если он зарегистрировался заранее. Но единственное, что он не участвует в голосовании. Он может выступать, может свое мнение выражать, но когда голосуется по какому-то вопросу комиссия, член комиссии с совещательным голосом голосование не принимает участие. Еще в чем важное отличие. Член комиссии с решающим голосом может написать особое мнение по итогам голосования. То есть если он не согласен с итоговым протоколом, было много нарушений, то он пишет особое мнение, которое прикладывается к протоколу. Комиссии очень сопротивляются написанию особых мнений, вплоть до того, что убегают от сферы комиссии, которые его пишут. Да, чтобы не взять это особое мнение. По слухам их решают предыдущие особое мнение. Поэтому они всячески этому противятся. А чтобы правильно его написать, подписанный итоговый протокол, нужно обязательно написать, прилагается особое мнение. Если не напишите, ваше особое мнение окажется нусорным. Значит, далее. Начинается работа комиссии. Вы зарегистрировались заранее. Лучше прийти в субботу с совещательным голосом, кто будет. А лучше в любой день прийти в комиссию, зарегистрироваться, получить удостоверение члена комиссии с совещательным голосом. Вы сказать, уважаемые члены комиссии, прошу приглашать меня на все заседания комиссии, если таковые будут у вас. Я хочу участвовать, я имею на это законное право. Если вас не будут приглашать, можно писать жалобу в вышестоящую комиссию, даже нужно писать. Или в прокуратуру. О том, что вас комиссия лишает возможности. Вышестоящей комиссии? Нет, территориально. Но можно и на Юсова. Можно и в области. Нужно и Путину писать. Разница между наблюдателем и членом комиссии с совещательным голосом в том, что могут их отстранить. Члены комиссии с совещательным голосом могут отстранить, но не могут удалить. А наблюдателя могут удалить. Но должно быть опоснование, постановление. Опоснование, постановление, письменное. У нас обычно комиссии так. Наблюдателю мешают работать. Кто за то, чтобы его удалить? Все раз, подняли руку. Так, уходи. Ну, тут нужно что? Наблюдателю нужно опотребовать. Ну, во-первых, дайте мне письменное. Чтобы было обоснование. Голиционеры, если будет у вас там пытаться, так сказать, уважайте. Даже если сейчас меня там будут удалять, и я что-то нарушил, то я всего лишь делал административное правонарушение. Вы сейчас, удаляя меня, совершайте уголовное преступление. Вы хотите быть уголовным преступником? Ваше дело вот так, сидите и не вмешиваться. Вот когда здесь будут пьяны, дебошир, тогда выводите. А я пока что еще здесь имею полномочия, нет письменного решения, поэтому отдохните. Решение должны указать? Причину, конечно. Должны обоснования. Не, ну они же могут подставить, а то он агитировал. Да, мне написали в итоге, потом призыв к Митину. Призыв к Митину, это еще не иритация за какого-то кабинта. Это не является в принципе основой. Сначала мне написали, вмешало работе комиссии, но приехала комиссия СТИК, которая сказала, что в общем, предотвратительная такая формулировка и под диктовку написали, призывала к митингу. Курил на уроке пения под партой, и дел песни Кикабин. Ну примерно так. Ну я что говорю, это вот куча отмороженных, ну их 20 лет выбирали, сами придуркали, я не знаю откуда их. Причем это обычно учителя там, непонятно. Чему они могут научить людей? Средициональный отбор, наверное. Отбор идет. Даже при этом отборе, у нас сейчас парадоксальная ситуация в Железнодорожном районе. Все руководство ТИК отказалось участвовать в этом бандахе и ушло. Причем это вот буквально недавно. У них нет ТИКа, у них нет участковых комиссий, многие председатели отказались работать. Сказали. Давайте туда пойдем. Там никто вас не водит. Как и у нас. В Железнодорожном районе. Следующий этап. Вы зарегистрировались, вы получили полномочия. Ну, стоит вам ходить на заседание, я думаю, вас никто приглашать все равно не будет. Они скажут, а мы не проводили заседание, мы распределили дежурство, дежурили, поэтому нас комиссия не собирала. Но вы должны прийти в субботу, желательно. И попросить показать, где находится сейф. По закону, как место выдачи бюллетеней должно находиться в помещении для голосования. Сейф является местом выдачи бюллетеней. У них у всех сейфы с бюллетенями находятся в других комнатах. И это, в общем-то, противоречит закону. Но в законе не написано, что сейф, а место выдачи бюллетеней. Поэтому вы говорите, уважаемые, если в день выбора вы не сможете перевести сейф в помещение для голосования, то, как минимум, бюллетеней должны перевести в помещение для голосования. Это основной, в общем-то, этап фальсификации, потому что они с этими бюллетенями, которые находятся в другой комнате, когда туда доступа никому нет, ни наблюдателям, ни членам комиссии даже, там можно творить все что угодно. Идет там председатель или секретарь, собирает пачечку бюллетеней, отдает кому-то нужному, ставит там птички за кого нужно, и тут в какой-то момент приходят и бросают. Поэтому вот они очень сопротивляются тому, что место выдачи бюллетеней находятся в помещении. Понимаете, это не место выдачи бюллетеней, типа председатель выдает членов комиссии, вот место выдачи, он же выдает и сейф. Это закон, да, прописан? Место выдачи бюллетеней должно находиться в помещении для голосования. А помещение для голосования это, соответственно, зал, в котором вы находитесь. Вам дали памятки, там в принципе все эти моменты отражены, и даже как себя вести, как писать заявления, как писать жалобы, все там прописано, образцы даны. Следующий этап. Вот мы в субботу посмотрели, как участок оборудован. Удобно ли наблюдателям и всем, кто контролирует, наблюдать за урнами. Участок должен быть построен так, чтобы стационарные ящики, кабинки для голосования и столовые членов комиссии находились одновременно в поле зрения наблюдателей и членов комиссии. Обычно они делают так, чтобы вам было не видно ничего. Или было видно так, что... Ну что нужно сделать? Если у них схема участка утверждена заранее, если они веб-камеры ставят в соответствии с этой схемой и уже эти веб-камеры поставлены. Сделать можно что? Ради бога, не надо менять расположение уровня. Поменяйте места для наблюдателей. Что можно делать? Сделать так, чтобы наблюдатели сидели там, где им удобно наблюдать. Схема в данном случае веб-камере ничего не мешает, комиссии ничего не мешает, а передвинуть стулья наблюдателей не рекомендует. Зачастую удается изменить схему участка в этом плане. Сказать, ну и ребята, если нет, я буду стоять вот здесь просто, не мешая никому, буду наблюдать там, где мне это удобно. То есть наблюдателю по закону позволено, и члену комиссии с совещательным голосом находиться в том, не там, где ему определяют место, а там, где ему удобно, там, где ему видно, и он может наблюдать за всем процессом голосования. Ну, это все, будем говорить, предварительный этап. Еще один важный момент, если вы придете в субботу, то проверить реестры для голосования на дону. Это такая достаточно сложная бумага, в которой написано, кто заявку подавал, в каком виде, в какое время, в какой форме эта заявка была, кто принял заявку и дата соответственно. Вот все эти графы должны быть заполнены. Ну и в бланке, если они обычно делают это от фонаря, как угодно, им приносят списки совес, естественно, форма это нарушена. То есть можно оспаривать вообще этот реестр, как, ну он незаконный, по сути, если он составлен неправильно. Были случаи, когда у них вообще не было реестров, а в компьютере было. Ну это вообще никаким. Суны тоже кто-то из наблюдателей? Ну а как? Если мы фиксируем, что мы неправильно составлены реестров, то он полностью... Значит надо... Если он отсутствует... То есть в принципе как, нет реестров для голосования на дону, значит у них нет заявок для голосования на дону. Это закону не противоречит. Но он же может появиться в конце дня. Может появиться. Но опять же, кто составлял. То есть в реестре написано, кто принимал заявку, как заявка поступила. Могут по телефону заявку дать, могут привести в письменное заявление. В день выборов могут добавлять? Да. До 14 часов. До 14 часов принимаются заявки для голосования на дону. И по-хорошему в принципе вот основные заявки должны поступать в день выбора. Ну у нас же работают социальные службы, они обходят на всех своих подопечных и в список приносят им поголовное. Зачастую даже подопечные не знают, что они голосуют на дону. Потому что бывают случаи, и они практически всегда на каждом участке, когда комиссия приходит домой к человеку, он говорит, да я не буду на него. То есть это страшно. Бывает просто комиссия по возрасту выбрала, кто там старше 70-го. То есть с реестрами нужно внимательно, если он составлен с нарушениями, сказать так, уважаемые, это не реестр, давайте-ка его аннулировать. Вы можете потребовать аннулировать реестр. Если это не удается, напишите жалобу. Реестр составлен с нарушениями. Жалоба на кого? Участковую. На председательстве? Ну в участковую комиссию жалобу подаете. Они вам должны ответить на эту жалобу. Почему реестр с нарушениями? И вы им свои жалобы пишите, что считаю необходимым аннулировать реестр. Я правильно понимаю, что 14 часов принимают, а после 14 они могут по этому реестру... Они начинаются дранные. Они ездят с утра. Но до 14 еще принимаются заявки дополнительно к тем, которые... Вы можете в 14 часов потребовать, вы реестр можете контролировать постоянно. Просто в 14 вы должны сказать, что уважаемый председатель, время, когда реестр закрывается, заявки больше вы не можете принимать. Подаются жалобы. Написал я жалобы. Да, в двух экземплярах обязательно. В двух экземплярах обязательно. Вы даете председатель. И у вас ее принимают. Под любым грехом вы говорите. Уважаемый председатель, в соответствии с законом я вам подаю, вы обязаны принять, вы можете ответить любое, но вы обязаны принять и ответить. Если нет, то писать заявление в высшестоящую комиссию. Территориально. Это лучше делать, когда уже под камерой вся фрессия. Потому что без камеры я не сезон поставлю. Хорошо бы еще, хорошо бы иметь еще свою камеру. Ну вот да. То есть такие вещи, когда какие-то конфликтные ситуации, обязательно снимать. Вам могут даже противодействовать в съемке. Правильно. Но тем не менее, съемка разрешена всем участникам. У нас есть отчуровая бумага, что любой участник выборного процесса, наблюдатель, член комиссии, с любым голосом умеет право вести фото и видео. А где это написано? Это есть отчуровая бумага. Посмотрим. Письмо. Да, письмо. Ну как бы разъяснение. Центральной избирательной комиссии. Я давал вам. Так, далее. В день голосования вы приходите не позднее полвосьмого утра на избирательный участок. Сыр. В чем? Я говорю не позднее полвосьмого, потому что по закону выборы начинаются в полвосьмого. Что делает комиссия? Раньше мы начинали в восемь комиссии работать, но была небольшая накладка. Уже пошли избиратели, а комиссия еще не готова. Поэтому решили так, что в полвосьмого комиссия начинает работать, а для избирателей участок открывается в восемь. Вот комиссия в это время делает опечатывание урн. Причем стационарных может быть одна или две урны больших, переносных не более трех. В зависимости от числа избирателей. Если до тысячи, то одна, если от тысячи до двух, то две, если свыше двух тысяч, то три, но не более трех переносных урн. Вот они все должны вам предъявить опечатание. Убедиться, что они пристыли. Ну, естественно. При вас опечатать должны все. Были случаи, когда до опечатывания формы туда уже бросали пачку вверх. Если прозрачно, это... Ну да, если прозрачно, тоже прозрачно. Нет, переносные не прозрачно. Не знаю, а наши технологии из них может быть вверх старая участие. Ну у них может быть и вторая урна переносная, и вторая стационарная может быть, и они могут просто потом поменять, вас куда-то вывезти, а в то время поставить другую стационарную урну с другими бюллетенами, с другими результатами. Значит, им, кто ходит с переносными урнами, им выдрается какое-то количество? Да, да. Вот я до этого даю. Значит, опечатали уже. Предположим, все нормально, все замечательно, бюллетени у вас перенесли, сейф у вас находится в помещении для голосования, списки избирателей. Вы должны у председателя запросить следующие цифры. Сколько открепительных бюллетеней было выдано территориальной комиссии? Сколько открепительных бюллетеней было выдано в участковой комиссии? Сколько человек внесено в реестр на момент начала голосования? Сколько избирателей на данный момент внесено в список для голосования? Сколько бюллетеней получено в участковой избирательной комиссии? Эти все данные у вас должны быть. Значит, все, кто получил открепительный бюллетень в территориальной комиссии, ну а к ним же приходят со всех избирательных участков, они потом разносят по спискам, когда выдают, то есть в списке должно быть отмечено, получил открепительно территориальные избирательные комиссии, кто получил участковые, уже участковые отмечают, получил открепительно участковые, все эти люди должны быть уже в списках, это надо проверить, есть ли они там или нет. В нашем случае мы можем только проверить участковые. Почему? И территориально, и список уже будет списан. Дело в том, что территориально, при передаче списков, она все эти данные передает, и они все вносятся в список. То есть если вам говорят, что в территориальной было, допустим, пять выдано, в участковой двадцать, то тридцать человек должны быть внесены уже в список, получившие открепительно, ну вернее отметки стоят. Какое это проверяем? Это вот проверять вот эти полчаса, которые у вас есть. Можно проверить в принципе в субботу, но в субботу может еще кто-то. Ну по крайней мере можно проверить тех, которые уже на данный момент... До начала работы участковые? Да, до начала работы участковые. И обязательно запросить сколько было получено открепительно участковой комиссии. Ну собственно говоря, обычно, что не хватает еще открепительных. То есть сколько получено, сколько и выдано. Когда все эти данные получили... Да, вы себе запросите. Для этого вы можете запросить копию акта передачи бюллетене. Им по акту передают бюллетене, по акту передают открепительные. В списке вы можете подойти и просмотреть, там они пронумерованы. Кстати, нужно проверить, чтобы списки были прошиты, пронумерованы, опечатаны. То есть общий список, он делится на несколько книг, каждая книга прошивается, пронумерованы, опечатаны. Есть еще дополнительный список, в который вносятся те, кто приходит голосовать по открепительным. Те, кто приходит голосовать и не находит себя в основном в списке. У нас качество работы всех этих паспортных служб и администраций отвратительное. Поэтому много людей, которые приходят с паспортом, имеют право голосовать. Часто говорят, что человек переехал, но просто ввести список еще. А он уже... У нас умерший список. Ну, это само собой для вбросов. Есть статистика такая, что у нас каждый год родноценение России сокращается, а количество избирателей увеличивается. Вот, поэтому бывает, что человек пришел, у него прописка соответствует территории участка, но в списке его нет. Поэтому его вносят в дополнительный список, где-то фиксируется все. Но будут много людей... Вот в чем еще элемент фальсификации. Будут идти люди, которые не имеют права голосовать на этом участке. Это специально созданные группы, которые ездят по разным участкам... Карусели. А? Карусели. Ну, не совсем. Это карусели. Просто банально берут там 20-30 учителей, сажают в автобус. Они приезжают на один участок, проголосовали. Поехали на другой, проголосовали. То есть какой-то из членов комиссии заряженный на это дело, но не глядя, будем говорить, на прописку, вписывает их на чужие фамилии. Обычно комиссия знает, кто никогда не ходит на выбор. У нас в книгах заранее были помечены специальным значечком. Да, можно и на суде. И они на их места вписывают. Поэтому задача членов комиссии с решающим голосом в первую очередь, потому что у него есть на это полное право проверять прописку. Я могу проверять прописку только у тех, кто подходит к моему. К любой. Ты имеешь право? Ну, сложно. Да, сложно. Я понимаю. Не факт, что тебя вообще посадят за книгу. Тебя отправят по домам. А тут вопрос по поводу отправки по домам. Или мы об этом еще будем говорить? По поводу отправки по домам очень просто. Члены комиссии с решающим голосом, в чем недостаток этого человека, его могут отправить по домам и он не имеет право отказаться. Все остальные? Нет. Председатель определяет функцию. Ты пойдешь по домам, ты будешь сидеть за этой книгой, ты будешь сидеть за этой книгой, а ты будешь там. И распределение там будет. Все остальные могут отказаться? Все остальные могут председателя послать прямо и по дороге. Вы мной не распоряжаетесь. Меня направилась сюда партия или кандидат, поэтому я буду делать то, что мне поручили. Но если член комиссии с решающим голосом не отправлен куда-то с переносной урной, то желательно пойти с ней другому наблюдателю или с совещателем голосом. Особенно если много. То есть если там 10, если есть возможность, то лучше идти с каждым. Но при этом один человек должен обязательно быть на участке. Но при этом нужно... Они могут одновременно? Они все уходят одновременно. Это если у нас команда на участке. Естественно. Поэтому нужно учитывать такой момент, что если у вас, допустим, 3 человека на участке, с решающим голосом, предположим, еще 7. Вы идете с одной урной. Второй не уходит. Потому что как только он идет, сразу отправляется с решающим. Поэтому не уходите. Даже если идет еще одна урна, то есть вы остаетесь. Если отправились с решающим, то вы в любом случае остаетесь. Но один человек всегда должен быть на участке. Независимо от кого, что там происходит. Пожар там где-то. Но были случаи разные. Плоть до того, что урны стояли на втором этаже, разобрали твой, вытащили дно, вытащили деревьев. Даже такое. Ну я вам говорил. Это был сюрреализм. Это был сюрреализм. Это было на выборе главы Целинского района в 93-м. Как бы не было смешно. Бывает, что выключают свет и в это время меняют урну. То есть бывает все. К этому надо быть готовым. Сергей Александрович, это не только на втором этаже. Даже если на первом этаже там подвальные помещения. Это уже редкий случай. Бывает и такое. Надо быть готовым ко всему. Но я вам говорю, что если будут действительно прозрачные урны. И скорее всего у них щель еще не будет пропилена. Как у тех, которые есть сегодня. Туда просто невозможно бросить пачку. Там щель 3-5 миллиметров туда. Ну 2-3 максимум. Есть какой-то норматив. Есть. 3-5 миллиметров. Если больше нужно потребовать. Можно. Просто другому все равно. На этих выборах они взяли самое. Было более новое оборудование. Более или менее приемлемое было. Они это не взяли. Они взяли самое старое. По полтора сантиметра эти щели распилены. Но у нас когда за Чернышева голосовали на участке, Каиб стоял. Ну Каиб это сложно. Ну Каибы на других участках. Каибы будут тоже на некоторых участках. Но их будет... Если будут сразу отводить в сторонки. Предлагали взятку для их дорогой. Ты никуда не смотришь, никуда не веришь. Вот ты наверх. Ну как его поймали. Желательно это конечно снять на камеру. На этих выборах были случаи, когда предлагали деньги. В Батайске. Да, в Батайске. В Батайске. Но это членам ГИК дали деньги. В Ростове было так, что когда у них... Что это там... Дистрифовки вбросили. Они нашему... На обзывателе выразили. Члену комиссии. Совещателю голоса. Вот вам по 10 тысяч. Уходите сюда. Да, да. Вопрос такой. В принципе можно деньги взять и продолжать в своей работе. Но то, что сталка в двух концах. Но может эти деньги взять и вас могут взять за взятку. Поэтому они могут специально вас подставить. Был случай, когда председатель комиссии в пьяном вене забаррикадировала участок. И кого не выпускала. Смотрите, это дело со взяткой надо оперативно решать. Потому что отпечатки пальцев на лиман не так долго хранятся. Ну, в любом случае, если вам предлагают взяться, об этом сообщать. Записывать фамилию, кто что. Желательно что-то. Где-то там, скажем, чтобы поехать в какой-то район, где там есть свои люди. Сразу же написать заявление, чтобы это как вещдок. Приняли туда, чтобы оно не потеряло за людей. Опечатали там, сняли там, отпечатали. Ну, у нас, к сожалению, в правоохранительных органах тоже друзей особо нет. Потому что они все нацелены на то, чтобы... По докладу поднимать, да. По другому врагу. Просто в полицию попали, опять же, самые негодяи. Там же такса было. Начальник райотдела должен быть миллион. За переодистанцию? Не, ну я видел, что там те, кто были переходили на фортуне, потом перебежали туда. В любом случае, полиция сейчас, это не та структура, которая будет вам помогать. Хотя есть и среди них еще оставить более-менее порядочные. Но их задача стоит, вот, максимально защищать комиссию. Хотя по возборности не вымешивать. Значит, хорошо, если там такой конверт получил, надо, скажем, что звоните юристу или... Писать, писать начальнику жалову. Скорее всего, такое будет к концу, когда у них что-то будет не стыковаться или на чем-то не поймали. В случае рассказывали в конце, там, именно, скажем, членам комиссии уже раздавались деньги. Сказали, девчата, спасибо большое, идите отсюда, мы без вас уже оставляем все расчеты. Ну тут дело совести. Надо, конечно, отказаться. Ну, потому что, если вы возьмете, вы только преступление. Вы можете записать само предложение? Значит, смотрите, просто если отказаться, тогда сразу будет явно шутиться. Это не наш человек, и его попытаются отдохнуть. И так все понимают, что вы... Если вы пришли от Компартии, и так все будут к вам относиться, как не своему человеку. А тут конвертик сказал, вот, это наш, мы его уже купили, значит, он не будет. А вы хотите... Брать нельзя, потому что вы взял взятку, становитесь таким же уголовным преступником. У нас преступник не только тот, кто дает, а и тот, кто дает. Все, кто все покажет, что они были свидетелем того, что взяли взятку. То есть... То есть... То есть... То есть... Есть такой вариант. Хорошо. Заготовить заявление и подать полицейскому, который дежурит на участке. Заготовить. Заготовить на участке. Ладно, давайте списать. Дальше. Мне осталось 15 минут. Меня вот, кстати, судят через полчаса как раз за одно из таких мероприятий. Не за взятку, а за организацию битвы. Сейчас пойду штраф получу. Чтоб на выборах не участвовать. Ну, если штраф, то есть буки не пишите. Дай я сейчас ходатайство дам, чтоб перенести по месту жертвы. Сегодня ничего нет. Так, ладно, давайте коротко дальше. Следующий момент. Вы... Писки прошедутся. Писки прошедутся. Писки прошедутся. Все это проверили. Все, допустим, нормально. Увеличенная форма протокола висит. Бюллетени розданы. Все отмечено. Все правильно. Реестр нормальный. Ну, я думаю, к этому времени у вас уже будет куча нарушений, которые вы напишите в своих жалобах и заявлениях. Пока вот этот момент. Вы вчера показывали мне уже распечатанные бланки жалоб на различные нарушения. Можете нам этот памятник сделать? Ну, не так. Я сейчас посмотрю, если по погоне втыщу. У меня есть кем выбором. Уже бланки заготовлены для всех этих нарушений. Ну, просто... А где есть? Ну, я просто... Я тут брала из голосов своей металлички. В них нужно внимательно отрогать. Мы же с вами раньше не забывайте. Что-то в общем-то он старался. Ага. 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 Следующий этап. Началось голосование. Пошли избиратели. Ну, здесь что контролировать? Чтобы по своему паспорту голосовали. Чтоб ничего кроме паспорта не являлось основанием для выдачи и доветения. А как можно проверить по своему мнению, если у нас совещательный голос? Ну, с решающим может однозначно. С совещателем в принципе тоже нет. То есть... Может подойти, попросить? Подявил паспорт? Ну, никто паспорт не приняет, но, по крайней мере, можно подойти так, чтобы видно было. В любом случае член комиссии открывает паспорт, смотрит фамилию, смотрит прописку или не смотрит. Ну, бывает, что посмотрел, списки находит. Если этот человек есть в списке, то как бы проблем нет. А если раз, а нет в списке, или фамилия одна, пишут другую. Ну, нужно уже... Ну, я думаю, что таких будет не очень много. Скорее всего, с открепителями все-таки будут какие-то кости. И я думаю, что будет просто много людей, которые будут заставлять идти на свои участки. А будет кто-то старший, который будет отслеживать. Пришел, допустим, директор школы, и под его контролем идут учителя. Пришел начальник цеха, и под его контролем идут работники этого цеха. Можно прибывать? Да, конечно, нужно прибывать. То есть, вы смотрите, стоит человек, там, подходят все с ним, здороваются, поинтересоваться, кто, с какими полномочиями. Если у него нет никаких полномочий, то попросите председателя, что здесь делает этот человек. Пожалуйста, удалите его сучать. Ну, зачастую, бывает, работники администрации там ходят, указания делают. Вы подходите. Вы кто? Пусть вам ответят. Если не говорит кто, милиционер. Куда стоять и личность человека, он тут ходит, непонятно кто, может это террорист. Если там говорят, да я с администрацией, о, вы с администрацией, идите в администрацию, там руководите. Здесь вы никто. Бывает, что у них там есть там наблюдатель, а наблюдатель, вот сядьте к наблюдателям и сидите. Наблюдатель же может перемещаться? Может, но он будет в противописи. Поэтому тут что? Наблюдатель будет запрещать. Вы скажите, вот с того места, где его поставили, мне не видно. По закону наблюдатель должен наблюдать так, чтобы ему было видно, что делает комиссия, где стоят турни, где находятся кабинки. Поэтому вы можете аккуратненько ставить так, чтобы вам было действительно видно и чтобы вы никому не мешали. Сказать, вот место, с которого я вижу, могу наблюдать, где никому не мешаю, я стою, молча. И этот текст уже приговаривать по свидетелям и записывать? Под камеру. Да, желательно. Под камеру поставить. Надо сразу изучить расположение, куда смотрят камеры. Под свою камеру. Под свою камеру. Потому что вам будут препятствовать, вот мы тут схему составили, вот по схеме так. Скажите, ну ваша схема не является законом, потому что в законе прописано, что наблюдатель имеет право находиться в том месте, где ему удобно, если он не мешает избирателю. Вы скажете, какому избирателю я мешаю? Я стою здесь, я наблюдаю. Никому не мешаю. Избирателю проход есть. Мы не в семье, зато все здесь. Дело в том, что комиссия не всегда вот так висит. Они стараются вас там вывести из себя. То есть их задача вас как-то не реализовать. Вывести. Скорее вывести из себя, чтобы был провод вас удалить. Поэтому вы должны спокойно. Если что-то вот раз, лучше сядьте, напишите. Расслабимся. Следующий вопрос. Нет, пожалуйста. Вы можете в комиссии время от времени говорить, уважаемые друзья, вы преступники. То, что вы делаете, это уголовное преступление. Если они серьезно нарушают. Если они нас не выводят из себя, надо их вывести. Все, надо их выводить из себя. Они должны возборяться. Потому что, если квалифицированно наблюдаешь. Я много раз был в разных качествах. К концу выбора уже слушались меня. Я там даже в должности наблюдателя. Они у меня спрашивали, Сергей Александрович, а можно вот здесь вот так сделать? Пусть можно, а здесь нельзя. То есть если вы добьетесь этого... Построил. Если вы этого не добьетесь... Было даже такое... Было даже такое... Было даже такое... Было даже такое, когда предлагали, а давайте сделаем так, чтобы победил ваш кандидат. И такие предложения были. Хотя бы на выход. Я не взял с собой. Может это была провокация? Нет. Вполне серьезно. Наш кандидат победит. А! То есть... Возьмите! 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 Не без реестра. Часть, но стараются, чтобы был близлежащий. Выписка делается... Возьмите! То есть для меня можно фотографировать? Вы из Ленинстра выписку берет кто-то из членов комиссии, кто возглавляет группу, в этой выписке должно быть какое-то количество, 15, 20, 30, 40 может быть человек, и берут такое же количество бюллетеней. Они обычно что делают, берут бюллетеней больше, выехали за угол, нарисовали, написали заявления липовые, они там знают уже кто не ходит, у них есть этот списочек, бросили, приехали, все, типа мы проехали. В Москве что было где-то 800 бюллетеней забили собрать. У нас было так, у нас две урны были на 35, другая на 35, а другая урна на 150, потому что многие приходили из людей, которые в этом списке были и хотели проголосовать на участке, при мне комиссия звонила этой группе, говорила, эту фамилию не вписывай. Да, да, они сами. Поэтому, вот почему нужно ходить с той переносной урной, где много, чтобы такого не произошло. Там, где много, а там они не идут. Нет, с той урной именно нужно идти. И нужно обязательно с собой, когда идет эта комиссия, проконтролировать, чтобы они не брали лишних переносных. Ну, не могут взять один-два лишних, для того, чтобы мало ли кто-то испортил. А когда они берут там 20-30, подождите, у вас в реестре 20 человек, чего вы берете столько бюллетеней? Изменился закон на счет процента, сколько можно с собой брать? В законе вообще нет. Ну, было, что там, 3-5 процентов? В законе, по-моему, вообще нет. Далее, собственно говоря, подождите, вы идете к 20 человекам, берите 20 бюллетеней. Возьмите там один-два, на случай испорченных. Просто, если бы был норматив, здесь было бы проще указание. Вот в прошлых выборах я читала, что норматив был, что не больше, чем там два или три лишних бюллетеней. Я, честно говоря, никогда не задумывался, не смотрел даже о законе. Возможно, что оно в законе... Когда они возвращаются, у него там, допустим, вместо 20 взял 45-40, попал к 20 людям, он должен вернуть 20 личных бюллетеней? Конечно, конечно, должен. Тут в чем вопрос? Если они взяли выписку из реестра 20, то у них больше 20 не должно быть. Новых они не могут вписать. Потому что у нас практика такая, что они идут, так, а вы не хотите проголосовать? Давайте. А вы, а вы, а вы... И голосуют. Ну, вообще, левые... Это нужно только понять, когда склонится участок, да? Нет, почему? Группа приходит, вы сразу подходите и говорите, так, сколько у вас было в реестре? Ну, или вы знаете, когда они уходили, записали. Так, сколько у вас проголосовало? Столько там? Меньше. Меньше должно быть, потому что кого-то нет дома, кто-то там не вызывал, кто-то еще что-то там. Кого-то не успели. Да, больше не может быть. И вот те, что... Вы голосовали? Вы должны еще проверить. Все ли люди в реестре? Взять заявление и реестр, и сверить. Все ли заявления соответствуют... Заявление, там же персональные данные содержатся? То есть наблюдатель не сможет? С совещательным голосом. С решающим голосом может. Член комиссии может это быть? Конечно, конечно. Дать руки документы, если он может? С решающим. С совещательным. Совещательным может наставить на то, чтобы без чужих руководок показывали. Да. Ну тут нужно что? Они будут говорить, что они все заняты, а у них нет этих руководок? Ну тут нужно попросить своего член комиссии с решающим голосом. Давай посмотрим. Ну у нас на всех участках. Дело в том, что, может быть, не все они будут до конца биться. Есть люди, которые попаиваются, есть люди, которые в силу разных обстоятельств. Так, шапан для вас. Давайте вы нам направление дадите, а я дальше расскажу про теоретики. Всё. Вот такое. Вот.